Как-то Кристина прочитала, что нельзя ей за два часа до сна, поэтому, в общем-то, и не легла спать. О, идти перед сном. Расскажет тебе Дима, оказывается. Да, это моя фамилия, оказывается. Оказывается, Дима оказывается. Димаша, хороший такой лайфхак. Необычная редкая фамилия. Так, продукты для сна, что есть, чтобы лучше спать. Конечно, лучше вообще не есть на ночь. Все, да, на этом завершается. Нет, на самом деле, если все-таки очень хочется, то выбирай правильные продукты. Мне кажется, ты прям скушал их перед... Только что. В общем, нужно есть бананы. Бананы стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться. Ешь бананы? Да, кушаю. Едем дальше. Овсяная каша – это самая утренняя еда. Является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему. Вот мне овсянка нравится тем, что ее готовить очень легко и просто... Ты можешь залить водой, и все. А ты ешь овсянку? Да, ес. Ес, 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 все, поняли ответ мой. На самом деле, я ем с моей дочкой, потому что ей готовят овсянку кашу. И уже знаешь, как раньше у нас в школах, там классы постарше, там, что оставалось у младших, то мы доедали более старший класс. Вот у меня пример трусам происходит. Итак, в вареное яйцо. В яйцах содержится много белка, они хорошо насыщают, так что бежать ночью к холодильнику не придется, Кристина. Ну, опять-таки, яйца в помощь. Опять-таки? Ну, пока мне, яйца в помощь. Зачем ты рассказываешь о том, о чем мы до эфира говорили? Яйца в помощь. Яйца в помощь, яйца в помощь, яйца в помощь. ПДХ пеняться и хитровым.